Детская оздоровительная кампания 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 станет в разы больше, чем количество заболевших. На это есть определенные условия, рекомендации. Это четко отслеживается оперативным штабом и Роспотребнадзором. Контролируется Министерством образования и науки как уполномоченным органом в регионе, который отвечает за летнюю оздоровительную кампанию. И все структуры готовы к тому, что когда все встанет на свои места и в соответствии с действующим порядком мы сможем открыть наши загородные лагеря, профильные лагеря и все другие лагеря, куда желают поехать наши дети. Ну а смены каким-то образом сократятся? Вот количество дней отдыха? В настоящее время и министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов и министр образования и науки Алтайского края Максим Александрович Костенко неоднократно озвучивали то, что решается вопрос, в стадии решения находится вопрос о том, что продолжительность отдыха детей в загородных организациях будет 14 дней. Но есть масса факторов, которые должны быть соотнесены. Это и факторы, которые идут по линии здравоохранения, и те нормативные документы, которые рекомендованы и обязательны к исполнению Роспотребнадзором, и программные комплексы, возраст детей. Масса факторов, которые влияют на определение решения. Но вместе с тем прорабатывается именно тот вопрос, что летний отдых, возможно, будет меньше дней, чем 21. Оптимальный вариант 14, потому что он позволяет детям находиться в одном коллективе, в одной среде, приехать и выехать из лагеря здоровыми, полными идей и новых планов на учебный год. Вот в этой связи каким-то образом стоимость путевки будет пересмотрена? Или вот родители как уже заплатили за 20 дней, а вот 14 и теперь? Естественно, в соответствии с тем, что порядок отдыха детей несколько изменится, количество дней изменится тоже, и родительская оплата будет также пересмотрена и пересчитана. Денежные средства за высвобожденные дни будут возвращены родителям на их расчетные счета. Ну вот я вначале уже сказала, что во время летнего отдыха будет ряд ограничений, но, как мне кажется, ограничить ребят в тесном общении друг с другом, проводить массовые мероприятия в концертном зале в Доме культуры или как это называется, не помню, дискотеки, но невозможно соблюдать дистанцию? Ну, знаете, все течет, все изменяется. Когда-то мы говорили о том, что невозможно обучаться, получать новые знания, общаться друг с другом, не имея сети интернет и дистанционных технологий. Как показал этот год, все возможно. Говорили, что невозможно получать интересные программы, новый опыт, новые знания в формате онлайн. В летний период с 1 июня открылись онлайн-академии «Умные каникулы» в Алтайском крае, и порядка 1700 ребят общаются в сети интернет и получают новые знания, учатся готовить вместе завтраки, делать зарядку, участвуют в вечерних огоньках и много-много всего интересного постигают через «Умные каникулы». Если говорить о загородных лагерях, да, и дневных лагерях, о всех лагерях, куда поедут наши дети, естественно, и родителям, и детям, и всем придется как бы перестроиться на новую волну. Но мы все прекрасно понимаем, это не ограничивает общение детей. Это в какой-то мере дает им большее пространство в помещениях, в столовых, везде. Да, нужно дистанцирование, но мы сейчас уже так или иначе привыкли к какой-то социальной дистанции, которую обязаны, вынуждены соблюдать в создавшихся условиях. Это не означает, что у детей не будет массовых мероприятий. Такие вопросы задают многие родители. Будут массовые мероприятия, будут мероприятия в отрядах, но если раньше отряды были по 30 человек, 40, то сейчас будут 20, 15. Будут и совместные мероприятия между отрядами, но они будут в форме батл, иных формах, когда отряд на отряд с соблюдением дистанционной дистанции может участвовать в разных формах, в том числе и в дискотеках. И задача как раз педагогических коллективов, вожатских коллективов подготовиться к тому, чтобы предложить детям такие формы, чтобы они не чувствовали себя, ну, мы не можем сказать, что хуже, да, не чувствовали себя в чем-то ограничены, с учетом того, что их меньше заезжает в лагерь. И что они не могут, да, на дискотеке стоять плотным кружочком друг к другу. То есть, получается, благодаря продуманной работе вожатых, педагогов, дети могут вообще даже не понять, что что-то не то происходит. Ну, естественно, все зависит сейчас от педагогических коллективов. И они готовятся вместе с вожатскими педагогическими отрядами, готовят новые программы, интересные формы, квесты и так далее. Когда ребята, используя социальную дистанцию, не будут чувствовать себя одиноко или далеко друг от друга, а наоборот, за счет того, что у них есть определенное дистанцирование, получат новые бонусы и привилегии для того, чтобы быть вместе. Здесь, в первую очередь, все зависит от слаженной команды, которая работает в лагере. Педагоги, администрация, вожатые. Ну и, соответственно, поддержка родителей. Ну вот, кроме соблюдения дистанции, какие еще будут ограничения? Кушать они будут там только по расписанию и группками небольшими или как? Кушать они будут точно так же, как и раньше. Распорядок дня никто в этом случае не меняет. Меняется только количество детей, присутствующих за столом. То есть, в соответствии с новыми методическими рекомендациями, с которыми познакомилось на сегодняшний день порядка 100 тысяч родителей. Возможно, уже и больше, потому что родители активно смотрят за тем, что происходит, как происходит и чем будут заняты их дети летом. Потому что это основная задача каждого родителя, чтобы ребенку было интересно, и он был занят. Соответственно, больше будет места между ребятами, когда они садятся за стол кушать. В соответствии с той дистанцией, которая определена методическими рекомендациями. Но порядок приема пищи, все остальное, оно будет точно так же регламентировано. Будут все продукты, преимущественно алтайских производителей, шестиразовое сбалансированное питание, фрукты, овощи, молочная продукция и так далее. То есть, все будет так же, как было бы в обычной нашей жизненной ситуации. Далее мы говорим о том, что ребята будут проживать меньшим количеством. Но это не означает, что он там в комнате остается совсем один ребенок. Нет. Просто если раньше у нас площадь на ребенка была одна, сейчас она как бы в два раза должна быть больше. Таким образом, если раньше в комнате у нас, например, проживало шесть деток, сейчас будут жить два или три, в зависимости от квадратной, от площади помещения, в котором они находятся. Ну и отряды, как я уже сказала, они в связи с этим будут, естественно, меньше. Ну медицинский контроль каким-то образом усилит. Может, там будет обязательная процедура и ежедневное измерение температуры по вечерам. Температуру будут мерить не только ежедневно, а через определенное количество часов. Есть специальные методические рекомендации для сотрудников лагеря, для медицинских работников. Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлены методические рекомендации. Проводится сейчас как раз учеба в формате онлайн и для вожатых, и для педагогического персонала, для воспитателей, для медицинских работников. Будет проводиться целый цикл мероприятий, которые направлены на то, чтобы создать детям комфортные условия. Все мы уже об этом наслышаны, что будет проводиться замер температуры бесконтактными термометрами лагеря. Сейчас к этому готовятся, приобретают данное оборудование, чтобы его было в достаточном количестве на каждый отряд, чтобы можно было измерить температуру то количество раз, которое положено. То есть помимо традиционного утреннего и вечернего замера, будут еще замеры температуры, которые необходимы в создавшихся условиях. Но вот вы все так рассказываете, и получается как-то складно, грамотно, продуманно. И все же у родителей есть вопросы, вам регулярно звонят, что больше всего их волнует? В основном родители волнуют, когда откроется и начнется в Алтайском крае лета. Это, естественно, очередной вопрос. Следующий вопрос. Сохранится ли мера региональной поддержки? Да, сохранится. То есть все подавали заявление о заявке, кто-то уже оплатил путевки. В соответствии с этим, меры региональной поддержки, обеспеченные постановлением правительства Алтайского края, будут сохранены для родителей в полном объеме, так как это было предусмотрено. Следующий вопрос именно идет о том, как будут общаться дети. Но мы с вами в той или иной мере попытались на него ответить. Да, убедительно. Да, часто задают вопросы по поводу посещений. Вот здесь мы хотим предупредить всех наших родителей, что, уважаемые родители, мы заботимся все о безопасности наших детей. И сложившейся ситуации, если будет принято решение о продолжительности смен 14 дней, или даже если она будет 21, давайте представим, что мы все одномоментно направили наших детей во всероссийские детские центры. И у нас нет с вами возможности посетить наших детей в период их нахождения в лагере. Вопрос родителей, что бывают разные ситуации. Бывают ситуации, там вдруг вещи какие-то нужно, что-то еще. Дождливая погода, все намочил. Всякое бывает, мы все это прекрасно понимаем. В этом случае Роспотребнадзор, я думаю, совместно с Министерством образования и науки подготовит памятку, каким образом передать ребенку вещи, и как обеспечить его комфорт и безопасность. Также поступает от родителей вопрос, но вот если вдруг в лагерях нет связи, как общаться с ребенком? Такое тоже есть, имеет место быть. И сейчас Министерством образования и науки прорабатывается вопрос с операторами сотовой связи по наличию или возможности разных вариантах, каким образом можно обеспечить определенную точку доступа для того, чтобы ребята могли общаться с родителями. Потому что мы все прекрасно понимаем, в этих условиях, как вы сказали, мы живем как бы первый раз, и дай бог, чтобы все это когда-то закончилось, и мы стали жить по-новому, но интересно, полезно и познавательно. Поэтому, естественно, каждому родителю, мы с вами родители, очень важно знать, что с ребенком происходит в любую минуту, когда бы он этого не пожелал. Соответственно, будут разработаны рекламенты, каким образом можно взаимодействовать родителям с детьми в случае, если связь в лагере ограничена. Соответственно, если операторы сейчас проработают этот вариант, они обязательно проработают, потому что заинтересованы тоже в том, как партнеры, чтобы отдых детей состоялся комфортным. И будет предложен вариант, каким образом, когда-то можно подойти, как будет работать эта точка доступа, написать смс, написать в чате. Там, где с интернетом получше, у каждого лагеря есть свой сайт, социальные сети, официальные страницы. Соответственно, через них можно в любое время все выяснять. Также работает горячая линия. До начала летней кампании она работает с 9 до 21 часа, до 22 в рабочее время. И в выходные она работает с 9 до 18 часов. Любое время можно задать любые интересующие вопросы. с началом летней кампании, непосредственно уже запуска всех наших лагерей. Горячая линия будет работать круглосуточно. Любой родитель может обратиться по любому вопросу, индивидуально ли касающегося ребенка, ситуации какой-то, помощь необходима, какие-то еще вопросы. То есть на все вопросы, которые связаны с летним отдыхом, досугом, занятостью детей в целом, они могут обращаться на горячую линию. Так же, как и дети, и специалисты лагерей, и все, кому нужны разъяснения либо помощь в организации отдыха. Ну вот еще что любопытно, кроме там необходимых каких-то личных вещей, ребятам нужно что-то с собой дополнительное брать? Ну кроме репеллентов, на всякий случай, вдруг комарики летают, антисептики, маски. Нет, конечно, делать этого не нужно. В первую очередь, потому что все антисептики имеют определенный уровень опасности в том случае, если они применяются бессистемно и не зная. Все, что касается десредств, средств обработки антисептических и всего остального. Это основная, ключевая задача сейчас лагерей и балансодержателей лагерей, тех, кто ведает системой отдыха и оздоровления в муниципальных образованиях и городских округах, чтобы все это было подготовлено и находилось в достаточном количестве. Это сейчас сделано, заключены договора, многие лагеря уже это получили, чтобы, как и написано в методических рекомендациях, везде, где это положено, были дозаторы с антисептическими средствами, которые имеют сертификаты, имеют все документы, подтверждающие то, что использовать их можно в том числе и в детских учреждениях. Соответственно, то, что касается масок, как говорила главный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова, маски детям, требования официального на ношение нет. Если будут какие-то иные рекомендации, тогда и мы будем давать иные разъяснения. Что касается персонала, положено носить маски, персонал будет носить маски, это задача коллективов лагерей, администрации лагеря и балансодержателей, чтобы масок было достаточное количество со сменностью через каждые два часа. То же касается перчаток и средств индивидуальной защиты, которые необходимы. То есть эти вопросы сейчас все находятся на особом контроле и прорешиваются до начала летней кампании. Для того, чтобы проверить именно целостность подготовки лагеря, сейчас как раз и идут подготовительные мероприятия, которые состоят как бы условно из трех основных компонентов. Первая непосредственно подготовка каждого лагеря к летнему сезону, выполнение всех предписаний, которые были даны в прошлом году с исполнением до начала этой летней оздоровительной кампании. Следующее, это выполнение тех методических рекомендаций, которые даны у нас сейчас в условиях ковид. Следующий блок уже идет, это получив санэпидзаключение, что все выполнено в полном объеме, подготовиться к приемке комиссионной. В каждом муниципалитете и городе существует своя комиссия, которая принимает лагеря. В состав этой комиссии входят федеральные надзорные службы, это ПОШ-надзор, это Роспотребнадзор, Управление внутренних дел, Росгвардия. То есть в комплексе смотрят перед началом приема детей, насколько лагерь со всех сторон готов к приему деток. Это антитеррористическая защищенность, это общая комплексная безопасность, это программа, с которой детки познакомятся в ходе смены, это готовность педагогических кадров, это в целом готовность всех кадров, то есть 100% штатная численность, которая будет обеспечивать деток. Это у всех наличие справок об отсутствии судимости, это у всех без исключения пройденный медосмотр и гигиеническое обучение. Если сейчас встает вопрос о том, что персонал должен сдавать на наличие антител COVID-19, значит, данный тест в соответствии с методическими рекомендациями будут проходить также все сотрудники. Ну и, соответственно, третий блок, это мы приняли наши деток и создали все комфортные условия, реализовали вместе с ними программу, они получили массу позитива и здоровыми, с новыми знаниями, с новыми друзьями вернулись домой к своим родителям. Ну и финальный вопрос, сколько у нас в крае лагерей уже готовы принять ребята, и есть ли те, которые в новых условиях не готовы работать? Сказать о том, что у нас не готовы лагеря, такого нельзя. Все лагеря готовятся с нетерпением, ждут ребят для того, чтобы оказать им полностью качественную услугу. Загородных лагерей у нас 66, и они все готовятся к приему деток. Есть сложности, но мы все прекрасно понимаем, что никто не готов был работать в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому лагеря ищут варианты вместе с балансодержателями, там, где частные, соответственно, сами хозяева лагерей смотрят, каким образом это можно предусмотреть. Прорабатываются варианты поддержки лагерей для того, чтобы они подготовились полностью к началу летней кампании. Сказать о том, что кто-то из лагерей не будет готов принять, такого нельзя. В связи с тем, что у нас, во-первых, летняя кампания начинается чуть позже, и поступили новые требования, кто-то подготовку начал чуть позже, и на это понадобится больше времени. Но в финале каждый лагерь будет готов принять своих клиентов, дорогих и любимых детей. Ну, а мы с вами будем надеяться, что отдых наших детей ничто и никакой коронавирус пресловутый не омрачит. Нет, конечно. Отдых, лето, классные каникулы, умные каникулы, интересные, познавательные. Это дорога яркая, светлая в новый учебный год. Спасибо за эту полезную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Молчанова, директор Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения Алтай. Алтай. Алтай.